Всем привет! Вышла я, так сказать, в эфир. Сегодня 4 января 2024 год уже, уже всех с наступившим Новым Годом. И решила записать небольшое краткое видео о своем состоянии. Значит, как вы уже знаете, я принимаю пару месяцев уже. Это ноябрь, декабрь, венлофоксин, вилоксин. Сейчас в минимальной дозировке терапевтической утром и вечером по 37,5. Так, что хочу отметить. Сейчас, как и в предыдущих видео, состояние у меня ровное. Новый год отметила замечательно. Перед этим говорила и снимала видео про алкоголь. И что в итоге отмечала, что чуть-чуть можно, про большие дозировки я не знаю. Действительно, я в этот Новый Год позволила себе шампанское. Это была Асти Мартини, это была Мандоры. И на следующий день муж делал коктейль к пиноколаду. То есть в первый, то есть в самый Новый Год я, наверное, выпила где-то 2 или 3 бокала шампанского. И на следующий день 2 бокала коктейля. На этом все как бы ограничилось, ничего не происходило. 1 числа я забыла выпить таблетку с утра, велоксина, доза 37,5. И вспомнила об этом только в 4 часа вечера. В итоге я начала думать о том, что вдруг что-то произойдет. Ну, мысль от себя отогнала, забыла. И в итоге я решила все-таки не принимать в 4 часа, то есть пропустить. И уже в 8 часов вечера выпить следующую партию, так сказать. Вы знаете, ничего не произошло. Некоторые пишут, что вот одно не выпил, и вот все началось. Ничего не произошло. Вообще ничего не произошло. Ничего не было. Никакой тревоги, никакой паники. Я, соответственно, не чувствовала. Все было достаточно ровно. Ну, пока играть, так сказать, судьбой я не планирую. Поэтому я вечера все-таки приняла. И дальше я продолжаю пока принимать. Вообще относительно все ровно. Единственное, что с 2 числа на 3 января мы ночевали у друзей. И вот там я не спала всю ночь. Сначала дети вели себя громко. Потом все-таки уже в 3 часа ночи, когда все увлеклись, я уже не смогла уснуть. И днем все равно я чувствовала себя достаточно нормально, бодренько. Единственное, что вот когда вечером в 3 числа мы уже приехали домой к себе. И все равно спала я как бы беспокойно. Но это, скорее всего, связано с тем, что я и предыдущую ночь, да. И какая-то вот такая вот тревожность. Но тревожность, она была, это 1 балл из 10, грубо говоря. И я понимаю, что у меня нет цели такой избавиться полностью от тревоги. Потому что, как мы давно уже с вами знаем, мы с вами достаточно эрудированные, грамотные люди. И знаем, что эмоции, любая эмоция, это все-таки играет какую-то функцию в организме. Поэтому полностью от тревоги я избавиться не хочу. И, конечно же, когда человек всю ночь не спит, ни один нормальный человек себя чувствовать отлично на все 100% не будет. Ну, единственный нормальный человек. То есть я говорю сейчас о нормальных людях. Поэтому у меня вполне возможно было какое-то переутомление. Но это все в рамках нормальности. И я не катастрофизирую. В самолете летит у нас. Я не катастрофизирую и принимаю все как есть. Поэтому сегодня ночью тоже как бы какое-то такое непонятное. Чуть-чуть-чуть-чуть было. Все достаточно ровно. И сейчас посмотрела фильм. Немного дала себе поплакать в этот фильм. Если раньше, когда я плакала, что за слезы-то вот это вот что-то такое, что за сентиментальность. Сейчас я говорю о ней, что какие классные эмоции. То есть меня что-то задевает, я чувствую. И это так приятно. Но это всего лишь слезы, слезы радости. И, знаете, становится еще плоснее так на душе. И я опять испытала какую-то эйфорию именно от своих мыслей. Поэтому все достаточно ровно. Я надеюсь, я на правильном пути буду продолжать так же. Ровное мое состояние идет с 27 декабря. Это получается уже 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4. То есть это вот уже, грубо говоря, пошла вторая неделя. Без всяких откатов и без всяких каких-то плохих состояний. Ну, а так дальше буду держать вас в курсе, что происходит. Всем пока!